Как раз региональное отделение у нас в ГИДРОМИТ, а в 2011 году Александр Ильич Раул приезжал сюда, в своих победностях через день, пришел в университет и как-то за чашкой чая мы разговаривали, и именно летом 2011 года возникла пока еще в виде идеи, идея оптического получения университета. На этом мы еще и вернемся. Ну так что в прежнем папе нашего уже известного во всем мире и вошедшего в программу ГДЭКОЛУГИИ РОССИЙСКОГО 2017 ГОРАЗИВА АСИСКОЙ ПИМОСЬ для этого учебного. Ну а сейчас внимание на экран. Пророк Александр Васильевич, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды, председатель Национального комитета Российской Федерации по международной и биологической программе ЮНЕСКО, член исполнительного совета Всемирной метеорологической организации, председатель совместной коллегии, руководитель комитета по гидрометеорологии Союзного государства России и Беларуси, председатель Российской Федерации в Международном совете по гидрометеорологии стран СНГ, кандидат в физико-математических наук. В 1974 году окончил географический факультет МГО имени Ломоносова по специальности океанология. В 1980 году защитил диссертацию по специальности геофизика, физико-мое, над исками ученой степени кандидата в физико-математических наук. С 1979 года работал в гидрометцентре СССР, под ней – гидрометцентре России. В 1999 назначен его директором. С 2001 года заместитель и руководитель Федеральной службы России по гидрометеорологии и инвентуингу окружающей среды. В том же году назначен на должность вице-председента комиссии по атмосферным наукам ВМО. С 2003 по 2007 является вице-председателем Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. С 2010 года руководитель Росгидромета. Александр Васильевич опубликовал более 80 научных работ в российских и зарубежных изданиях. Его заслуги были отмечены многочисленными наградами. В их числе орден почета, медаль ордена за заслуги перед отечественной первой степени, звание заслуженного метеоролога, почетная грамота правительства Российской Федерации, благогатарственное письмо президента Российской Федерации, орден имени Цаукорского, медаль за заслуги покрепления международной безопасности, за отличие в морской деятельности, премию Росгидромета имени Мутановского и Бугарова, премия корпорации Intel за развитие спектральных методов мобилирования атмосферы. Александр Васильевич внес значительный вклад в становление арктического научно-исследовательского направления деятельности САКУ. Благодаря его научной методической и организационной помощи стало возможным реализацией инновационного проекта Арктический плавающий университет. Он активно участвует в формировании научно-экспедиционной программы проекта и оказывает поддержку в содействии организации экспедиции. Кроме того, большой вклад Александр Васильевич вносит в повышение арктической компетентности сотрудников и студентов университета. При его поддержке на базе Высшей школы естественных наук и технологий САКУ в 2013 году открыто направление подготовки студентов к гидрометеорологии. Уважаемые коллеги, каждый год с Александром Васильевичем мы подписываем совместную научно-образовательную программу экспедиции Арктический плавающий университет. В прошлом году, как вы знаете, исполнилось уже 5 лет этому проекту. За это время проведено 8 экспедиций, в этом году были 9 экспедиции. Через экспедицию прошло более 400 молодых наших студентов, ученых, преподавателей. Сегодня в экспедиционном проекте участвуют 23 российские организации, включая такие ведущие музыки, как Московские государственные университеты, Санкт-Петербургские государственные университеты, Государственные гидрометеорологические университеты, федеральные университеты, и Сибирский, и Леонид Восточный, и Уральский. Ведущие российские институты, находящиеся сегодня в федеральном агентстве научных учреждений, и институты российской академии. Отрасневые институты, и, конечно, опорным учреждением является Афтический-Антарктический научно-исследовательский институт, витаминка, который физически установлен в Санкт-Петербурге. И, конечно, сегодня мы должны подписать, и мы подпишем, и сделаем это, очередной такой совместный научно-образовательный проект. Главное, сначала я бы хотела все-таки предоставить слово Александру Алексеевичу. Александр Алексеевич, а расскажите, почему и как родился этот проект? Вот он сегодня стал действительно всероссийским по-настоящему, он вышел далеко за пределы России, и мы можем сказать о том, что на сегодняшний день в этом проекту нас уже принимают участие представители более чем из тех государств. Причем это не только государство, а члены Афтического Союза, которые приняты Афтического Союза, но те, которые диатрортически вылезли далеко от артистка на фото, пока еще и не являются даже наблюдателями, но уже не сопротивляют. Спасибо. Прежде всего я хотел вам благодарность, обратите, для меня это большая честь. Хотя, еще и потому, что, например, афтиортическая и афтическая картика, это слово, которое выдают не только в этом году вы сел. Вообще, хочу сказать, что именно Афти проживала современные герои, начиная в Лавнике в 2016-е, в 2-м году, в 2-м году, в 3-м году, когда в 2016-м году были выдающиеся люди, которые тогда выглавляли, это и даже и есть, которые у нас умеют, и в 3-м году, которые было в этом году, как такой неудетатчик, что нас hice с Афиномом, в нашей жизни, в том, что в 9-м году, в который сейчас в деле в Сапаре, то есть в 2-м году в Весу, в 2-м году, в Весу, в 69-м году, когда у них появился, когда и в Весу, когда используются, в 2-м году, да, это объем. Во-вторых, потому что в том, что в России, в применении, когда и в Ивановском, я, например, тоже в Востоке, в Ивановском, и это слово, что детство, в Ивановском, очень тоже называет для искажений, поэтому при чтении привлекательности, когда для меня здесь, в плане, действия и событий. Поэтому это главное. Что касается получения университета, в идее я, в общем, голова. В Носковском университете всегда была судьба, которая называлась в Носковском университете. То есть она была личная яхта Геринга. В 1939 году Геринга состоит в среднем. Это был такой военный характер. Потом такой крупный характер. И, в общем, всегда студенты проходили практику. Вообще, археологи всегда занимались именно практикой в археологии. То есть там, где действительно делается наука, а вообще надо понимать, очень трудно заниматься природой, теоретически. Конечно, можно абстрактироваться. И очень много ученых археологов, но все-таки наши научи, они, естественно, связаны с инфекцией, с подлюдением. И поэтому рекомендую почувствовать своими руками, что такое здравоохранение, что такое призмы, что такое школа и все остальное. Знаете, это очень трудно все представить. Поэтому это всегда традиция была. И геологи, и морские, в данном случае, сделали научную историю. Это такая программа, которая использовала студенты, о том, что это все остальные студенты, о том, что это все остальные студенты. Это такой международный проект. И потом, вот эта разрубка наглаза, что это сократилась. Ну и когда мы обсуждали, как и те же доложили сотрудничество, мы подумали, ну а как, да, если в Барске он не присутствует? А как это добраться? Ну, конечно, корабль, это полное средство. Более корабль, это же самостоятельно. И тогда это идея. И Юрий и Юрий Гаванев. Было много скептиков, как всегда, говорили, что это очень дорого. И вообще, зачем студентов возить там? Ну, это как бы непрактично. Ну, показала практика, наверное, я думаю, уже сейчас можно об этом сказать смело, что это оказалось эффективным способом. Ну, я, во-первых, в части окупаемый, потому что участники и готовы иногда платить за свое пребывание. Очень большой интерес не только непосредственно профильных средств, я, наверное, рассказал, какой большой интерес есть среди вузов, которые не принадлежат непосредственно к оптической зоне, не находятся там. Огромный международный интерес. И, наверное, еще и ЮНЕСКО представили этот проект, потому что это кинография, прежде всего, ну, не только науки. Вот если был такой период дифференциации наук, сейчас 19 век, начало 20-го, это рассвет дифференциации. Сейчас десятки, сотни, наверное, наук, которые раздробились. Была одна там наука, география, собственно говоря, от нее десятки, сотни наук. И сейчас явно идет обратный процесс, синтезы, объединение, ну, сначала это как бы физика и биология, биофизика, там, медицина, там, значит, и физика, там. Кстати, есть объединение, например, история, археология, генетика. Сейчас это важнейшее направление, когда можно привлечь очень точные анализы генетические. И исследование, скажите, на человек, иммиграция людей и так далее. Но вообще, наук по Земле, это особенно выражено. Это идет интеграция, говорят о создании моделей окружающей среды и моделях климатической системы. Моделях окружающей среды и моделях системы Земля. Заходят все те, гидросфера, атмосфера, океаны, почвы, лед, криосфера, верхние слои атмосферы, жизнь, биота. И все вместе, вот такие модели уже, по сути, создаются. Это даже то, что я вам покажу в следующей лекции. Поэтому, значит, мир не стоит на месте, поменяется. И для того, чтобы соответствовать эти применения, надо обязательно двигаться. А это студенты. Вот, кстати, какая тема звучит иногда вопрос образования. Образование не может быть легче. Когда я учился, нам говорили, что надо читать вот такие тонкие публики. Надо обязательно читать, вот, массы, награды, когда-то... Если раз больше, чтобы получить полисопытки. Если раз больше, чтобы получить полисопытки. То есть я вам взял, чтобы вы, надеюсь, вы пересуете больше, больше в нашем мире, пересуете в том, чтобы вы покорировали правительство. Спасибо, господин. Спасибо. Да, ещё раз напоминаю на то, что наша институция, совместная сети в росте из разницы, в северо-автического юберазона, ...пошло в план более того, что кубича снимался на деле актов в городе у Арктики, и сейчас я предлагаю вам говорить, что это признать, что нету, не очень, пожалуйста, в собранных студентах. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, мне хотелось начать с следующим словом. Спасибо. Кому нужно прогнозирование бомбами? Уже с того, что она портится, достаточно противно. И от того, что мы будем ждать заранее, это только усугублялось и привыкло в более скверное состояние. Это слова очень известного писателя Зоома К. Жирома, свидетельства, десерт собаки. И далее там еще есть целая глава, посвященная предсказателем подвода, в крайне дегативных вопросов план. И над каждой темой периодически возникает, и в настоящее время, буквально в конце этого года, очень активно в английской прессе, обсуждалось, где очень удачный прогноз веке методики, экологические структуры и методики, на котором, вроде, что будет в барбекю лет, а было вообще не векцира, и в общем, они сказали что это прогноз. И что действительно отличается, я покажу, что возможно, что невозможно, является ли это наукой, является ли это искусством, или это шарматанство и так далее. Но все-таки здесь не будет говорить о том, какие движущие мотивы. Вот исторически, конечно, это сельскохозяйство, потом вариклавы, особенно эпоху великих географических открытий. Все было, естественно, связано, конечно, с обеспечением вариклавы. Вообще, колонна открыла Америку, потому что мы знали, уже в это время люди знали, что в древней Широна есть фасады, и он двигается туда, в Америку, фасадов, обратно возвращался к Северным путем, когда западный перенос и был поспособствовал. И люди также прошущие мая, когда он двигается, чтобы достигнуть Индии, открыты, где не только в торговых целях, а также в военных целях. Кстати, и объединенная скара, Москва, Москва, Английская, тоже была расширена в Северном с Превоспоком. В общем, мы давно поняли, что надо обмениваться информацией, Ну а как это будет делать, привез в Телеграф, привез в себя выдающийся линию у нас в России. Это в Телеграф 30-х годов, оказали немецкого проказателя, а вот Купка приехал сюда вдруг в Губань, приехал. Это было, в общем, это было много интересного видео, когда мы помещали видео, деньги мы не дали, что там протесты в Главдии, и там писал такой пример, что там, как они, там, как вы иди, и оттуда, когда я его в России возникла, который будет 18 лет, сейчас, юбилей. В общем, между стечением навигации и изобретения полеграфа ставят лодковую погоду. И встроено все за то, что где-то что-то есть, вы же заметили, что погода может перебечаться в полеграфе, и куда она придет, и, возможно, как-то будет развивать. Таким образом, это чисто эмпирическое навык. Если посмотреть на биологические, биологические, биологические и физические процессы, оказывается, есть учет или поповедные компании, ущерб от этих именей 130 миллиардов долларов в год не достает. Есть совсем недавно выполненный ежегодный доклад именно экономического форума. Давно сказано, что погода и ледя, а это самое главное всем, даже это может попасть удивительно, связано с погодой и ледя. Остальные 50 миллиардов долларов в год. То есть эта тема крайне актуальна. В любом случае, они сказали, что это наиболее вероятный риск, который наслаждается человечество в ближайшее время. Это выключение официальных колонистов семерно-полагического форума. И что по своим масштабам находится на самом месте после оружия массового отражения. Это официальная точка зрения ведущих экономистов. Но наша страна в этом смысле исключением не является. И является на верхнем графе количество оплатных прозвольств и времени для метеорологических обсуждений. Экспертно оценивается в среде около 1% ВВП. Мы вводимся на 2-3% ВВП. Слегается в любом случае в этом всеми вещами. Есть, конечно, механизмы, в том числе, через предупреждения и прогнозирования. Примеры. Далеко ходить не надо. Вот сейчас вы видите здесь пример тайфуна. Лайлок, который вышел в конце сентября. Рабочная часть земля на прямоле. Огромный ущерб. Этот тайфун я его хочу еще раз показать. Вот вы увидите, как снимки из космоса. Облачная и зеленая осадка. И потом... Сейчас немного еще включается. Но вы могли видеть, что такие долины были видны. Вот когда мы что-то видим в природе, какие-то, например, скольки, то модели их подхватывают, и дальше начинают внести. И вы могли видеть это примерно История развития тайфуна за три дня. Соответственно, точные долины совпадали с положением остатков, что это очень важно, и всего лета. Соответственно, за несколько, три-четыре, а потом два-три дня были очень точно прогнозы выпущены. Были выделены дополнительные меры для подробностей существующих веществ, которые привыкли значительность 40 километров суток, когда проваливали. Это какие-то другие примеры. Ну, достаточно вспомнить именно другие события. Лето 2010 года, события 2019 года были в Крымске, масштабное наводнение на нули, и множество других событий. Значит, вот ущерб, и надо повышать безопасность, защищать имущество, инфраструктуру, и, конечно, здоровье жизни людей. Ну, не только. Вообще-то, каждый человек, когда на улице, у многих, которые слышат прогноз погоды, слышат, что мы едим, в зависимости от того, какие положительные питания, в зависимости от того, отставить. Очень важно для авиации или для маяков, для авиации не может быть так, не имея точно основания отходов, 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 но и множество других вещей. То есть это не только защита и снижение ущерба, но и большой экономический выбор отходов, 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 отходов… Ну, вот, конечно, договориться о некоторых целях, что такое прогноз, какой клининг, какой прогноз, какого сиха, здесь существует большое разрабатывание подходов данных возможностей и классификации. Вот, я, конечно, прежде всего только для расстрации повреденные масштабы, чтобы относиться к этой Это процесс, например, переноса радиации, для 21-го облачного взаимодействия. Это в мультярном уровне, кстати, стоит. А тут появляются какие-то явления, которые мы видим. Либо турбулентность. Это, кстати, у нас на тресерке самолюция. И визуально, наверное, бывают техники. Хорнадо – они же и шквалы, и у нас пропаганды. Это мультярное волны, например, при обтекании гор, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе. Тайфуны, фекулоны, францей и так далее. Прикудем внутрисезонное колебание. Это термофактическое колебание. И АПА – это для танки, крайне важное, атомтическое колебание. Техники колебания, которые говорят, что не сам, а при… Может, приобретать, что «Арцика» – это оккупсопогон. Такое вот устраненное, огромное выражение. Но если, посмотрите, реально погода у нас определяется среди шелковых циклобов и циклобов, и циклобов они нуждаются не вак. Они нуждаются в окалении сладей, во-первых, во-вторых, в Киеве, в Киеве, в Киеве. И иногда, как будто, это произведение множество. Но если кто-то в Киеве, и на поле, подножить на матрица к времени, в отражении Синьо-Ру, то когда атомтическая колебания, в зависимости от какой-то рекады, давления между северным и югом, и в зависимости от этого президента, определяются проектории с Киеве. То есть они вождаются в Атлантике, а их проектове определяется в перепадах, в те люди. То есть довольно сложная фермерика, которая возникает. Поэтому прогнозируемо оптического перепада, стучит доважность, как сказать, какая будет зима. Холодная, или вот сейчас очень буквально, какой будет лет. Дальше есть такие более крупные, международные деревья, юридические деревья. Это тоже прошло известно, будут вопросы, я хочу подробно расскажу. Ну и дальше уже будет современный климат. Мы не будем уходить дальше в паре климок. Современный климат, кстати, десятки лет. Чем сейчас занимается? Останечка данных самых важных климат, то, что пишут в газетах, почему происходит изменение, какие-то силы. Вот, всё это. Есть атмосфера. Натычка мы исключительно сложными процессами не уедем. И, если мы говорим, что такое погода-клима, много повелений, то мы бы для простоты, мне кажется, это было бы достаточно сказать, что погода – это состояние атмосферы в той точке, где мы находимся, в земле. Которая характеризуется неким набором металлических коллективов и людей. Таким, ну, караклова, да, то, сверху, племения, дождь и так далее. Но это вот так важно. Ну, слишком науку удивляться не надо. А клима, тоже по-простому сказать, что это некое обобщенное состояние погоды для этой данной точки, для генерального региона. Но, в отличие от погоды, которая является живой и от такой теканью, вы вещает на себе, то клима – это принципиальная вещь вероятности. Она должна производиться среди средними значениями, откладениями от среднего, тремумами или какими-то более сложными техническими уходами. То есть клима – это гораздо более сложная понятия. И вообще, конечно, когда мы говорим по атмосферу, клима, реально климатическая система гораздо сложнее. Она включается океан, длительный слой – тушу, включает, вообще, верхние слои, целые катетические погоды, включает всегда ленгетизм, морской ревод и так далее. Вот эта вся система, на то же постоянное движение и взаимодействие, очень важно, подчеркнув следующее, это очень важно для понимания, в чём ставить научные условия, образирование или, значит, предсказание, в английском языке существует три слова для прогноза. Есть контакт – это как собственные прогнозы, есть prediction – это сезонные, как мы называем, долготочные прогнозы, и есть projection – правильный projection. Они различают и постоянность, и разные процессы существуют. Поэтому, значит, мы будем говорить в данной ситуации, во-первых, прогноз текущей погоды. Это то, что очень часто актуально, такой словом выхожу в свежих вещей, как это делается. Это прогноз, например, для реакции, или за наши два часа. Что будет через два часа, через три часа? По крайней мере, важно, значит, слово, и это прогноз, значит, сейчас, прогноз текущей погоды. Потом прогноз погоды – это такой зоотический прогноз, поведенный до недели. Там мы даже увидим, что неделя, максимум две, и шлют принципиальные ограничения причем удачного года. И сезонные прогнозы. Они связаны, сейчас я тоже покажу, в общем, уже с воздействием изменения. Просто очень быстро, за несколько месяцев все адаптируют, и сигнал для сезон должен откуда прийти. Откуда? Откуда? Откуда, от океана, как скажут. Или анномалии влаги, которые содержатся в смешном покрытии, или еще что-то. Мы находимся в генетическом проекции. В общем, тоже тогда, если прогнозы не заканчиваются на неделю, на двух неделях, то вообще не понятно, за счет чего вообще генетическое прогнозе. Но сразу скажу, что вы уже верите, что это не полноте хаотические системы, а есть внешнее воздействие. Внешнее воздействие – это видимость человека, как основные факты, но и другие внешние цели. Но видимость для человека я покажу, что именно этот видимость, внешняя генетическая сила, позволяет генетическую систему двигать не вообще хаотические нервы туда, а двигать какое-то определенное новое состояние. Ну и так, значит, хотя уже говорил, как исторически появилось, исторически, конечно, это была чистая эмпирика. Мы получали данные, обменили между собой, передавали друг другу эти данные. Потом очень большое продвижение. Мы наслаждались. Стали строить карты, объекты, генетические исследователи. И, собственно, в июле смотрится греческое обозревание. На карте рисовали уже поля, обменили, увидели теплоды. Стали, конечно, такой фронты, фронтальный анализ. Где-то в начале 30-х годов российская делегация ездила в Норвегию. Тогда это был центр мыслей. В этом оборудовании включили. Переволи сюда. Такие люди, там, Матановские, другие. И это позволило совершенствовать эти эмпирические прогулы. То есть создавать какие-то такие схемы, связи. Причинно-следственные связи. Прогноз на несколько дней общей давалось. Но реально, значит, выяснилось, еще после 19 века, что вот этот весь богатый спектр равном удивлении процессов, вообще, так говоря, базируется, его можно писать административы журналистами. Первое правнение – это второй закон Ньютона, в том числе 10-й материальной точке, то есть 20-й М, в отличие от коррения А. И, конечно, это должно быть перегрузировано для паштой среды. То есть в гипотезе, когда я говорю, какие уравнения были написаны, это уравнение движения на жидкость, в плане, знаменитые косостроительные, в танцузских, кстати, он первый, теорию, это действительно конструкция, в плане физики, знаменитый тоже английский физик, подавивший свое имя, единицы вятки. Значит, уравнение движения на жидкость, наездки. Второй тип – это тоже, он очень мощные люди занимается, один из них – это другой – плазер. Это первое, да, и второе начало – это динамика, но первое начало – такое состояние мышц. Что умерение не может перейти оттуда, и если что-то происходит, то у нас должна быть сущена работа, либо кто-то склад. То есть вот система. Вот два таких, значит, совершенно базовых принципа. Но, хотя это не только ответственность, кстати, уравнение. Это самое в общей виде, но, я прошу прощения, если это видимо, которые были мотивации, или мотивации, то я попробую уходить. Значит, первое – два уравнения, один – два. Это только уравнение движения, записанное в биологическом виде. Это второй закон метода для любовь. Уравнение сложности среды, уравнение разрывов. Среда монфера и океана, они фактически пошли и нажимались. Вот эти два уравнения, один – два, а второе – на аргеструкция. Они относятся, вы знаете, что Нобелевская клиника математика не была. Но есть три, которые математический институт – было десять задач на двадцатый лет, которые переставлены в конце двадцатого века, они-то фактически все решили, кроме того. А сейчас выдаваются задачи тысячелетия, семь задач, тысячелетия. За каждые дни миллион долларов отличий математики. Из этих семи задач оно уже наш, скажем, выдающийся, переменит. Выходит, например, вон, на решетке. Ну, отказался, кстати, ее в доме, тоже хорошо. Эта задача, которую он решил, это, в общем, если у вас сфера, если она обычная сфера, то можно ли ее втруть в точку так, чтобы там не было каких-то слов, слов, так или еще что-то. Он доказал, что это можно сделать для любого многометного случая. В общем, трудно сказать, где это так будет применено. Была возможность по многим детям и так далее. Одна из семи задач. Шесть задач осталось. В принципе, шести задач вот система этих двух уравнений, которых мы имеем спортирован. Надо доказать, что существует решение, однозначное решение, гладкое решение. И эта задача для другименного случая никто не может ее доказать до сих пор и соответственно получить до сих пор до сих пор. В чем проблема с этим уравнением? Во-первых, они не линейны. В возле V такая стрелочка на V но это такое деленение. Когда они перенажаются, это не линейны. Это большая проблема. Во-вторых, здесь есть начальная граничная сложность, которая очень рада отбывает. И как я покажу, здесь в математике это очень важное понятие источник начальных данных. Оказывается, что решение этих уравнений, вот если представить себе в некотором фазе пространства решение, то решение подбегает. Если у вас есть ошибки начальных данных, заживания, то они очень быстро нарастают. И все некоторые уравнения становятся достаточно большими решениями. Вот это все очень осложняет. Ольга Надыжинска, в нашем нашем дальнейшем женщине математике, доказала некоторые решения для документного случая и на конечном интервале задача не доказана. Но это практика не национального задачи решать, поэтому решают задачи чистым методом. Используем самый простой компьютер и не очень заботятся на основном решении . Считается, что решение существует, только надо его аккуратно посчитать. Первый начал уравнение с фамилией энергии. Надо добавить состояние . И наконец очень важное наличие блага. Благо бывает разной формы житости и льда. перехода в фазы или другое либо наоборот выделение энергии. В цене его движущая сила сначала нагрев а затем конвекция при конвекции выделяет огромное количество энергии динамики закручиваем этот гип на самом деле надо это решить задать начальные данные это три компонента скорости давление это в общем температура связан с температурой через давление динамики это синтрово динамики записано еще огромное количество процессов нагрев и все фазовые переходы вначале данные понятия это на сфере на сфере горизонтально границ есть границы сверху снизу это океан суши лес на сфере тоже влияет а сверху это то что приходит солнечная энергия это потенциальный космос если совсем средний атмосфер то действительно реально звучат и солнце как и пока оказывается что эти потоки в внешнем веке они как статически малы как в виде ухи на основной последовательности значит начальная данная и данные дедушки получается так что 50 лет прошлого века соматические анализы большие достижения были но люди пытались и вообще пытались решить это уравнение уравнение первым был он еще в первую дворовую войну заинтересовался и взял и просто сказал давайте ну фактически первый раз дедушки записал такие аппаратики клеточки записал произволь относительно с радостями и стал вновь считать в начале данных вообще он писал что тот такой зал как примерно у нас кто-то салаги люди сидят каждый будет удача и выяснил что при начальных данных у него появился ужасный что это абсолютно неуспешно это неуспешно это что и достаточно мало дали а также грамотность вычислений большого количества людей которые происходят но тем не менее сейчас уже стало понятно что причина по тем что он слишком большой шаг по времени у него безликала неустойчивость вычислительная и тем не менее человек был настойчивый книгу публиковал 21 и потом оказалось что это клубовой путь очень большое количество людей геннодизайнов занималось поисков аналитических исследований аналитических исследований есть монастальное количество генеральных людей у нас это Игай Графович очень у нас Александр Александрович Клинов директор галлористической санатурной генеральной шаги есть Кемер много другое на Западе очень много достижения сделано Главное из них это нашел аналитические решения на счету сравнений и про погоду он по сути показал что погода средств широта это движение волны волны это циклоны грехи это циклоны и волны это такая система которая движется с востока на завтра погода идет на восток а циклоны это наложенные на поток то есть поток на циклоны и наш широт это и есть а кибель удающийся наш ученый он сумел использовать два основных парамет уравнение упростил так что он получил возможность посчитать аналитику практически на рекорды он посчитал задачу в 40-м году это первая численно погода успешно которую он выкладывал в ручную дарить публику и прогноз будет долей погода ну и 20-м году рассчитали очень большую наградачу на компьютерах это открыло эру погоды 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 мы научились решать уравнение умирены данные людей и вот тут уже давно сотрудничество возникло полосами и есть северная погода которая поддерживает это наблюдение которое самолетное и техническое системы вот тут все нарисовано понятно здесь конечные станции удалека удаленная все это производит непременно работы передает данные и некоторые данные прямо сейчас покажут как это выглядит вот данные геоклассические метеорологические данные это обычные статистические которые вчера были потому что мы увидели одна из точек идет здесь на арабе видно что как и тратические геологические станции 25 точек приходят корабли приехали с ну и летают данные это обычные статистические наблюдения есть новые проблемы системы это любят самолет когда вылетаем они проявляют наблюдения данные андар и эти данные показывают конкретно все только репы факсы андар это система которая передает 1000 но покрытие там смотрят тоже рекорды или есть много крупных количеств убит убит дукоязвое питание которое зависает на эпоха и видит часть его полет вот одни конкретные данные уходящего радиации которые фотофоры можно сибиротозы сделать есть несколько фондов вот мы имеем 5 суток они перекрывают частично сибиротозами они дают сибиротозы сибиротозами дают движение но качественного неделя 34 тысяч за сутки приходят вот наша система эта система и есть цель запущена и м м 2 м 2 м 2 м 2 литая сабл там без макияния ну и очень важная система артик системы, 20 пунктов инноваций, которые будут, один, 6-4 поднимается, 6-4 спускается, 2-4, не знаю, другие, это, значит, самосовестные мобильные, 20 пунктов, то есть, тысячи, которые будут строить все статистические проекты, то у нас, в Американце, вот такие высокие тысячи артиллерии, сейчас не можем, но единственное, что как-то все двигается, двигается, вообще, для 18-20-го, это пульс, когда они разработаны, что было делается, ну да, раскладывается, это лично. Есть еще и новое, вот, очисткается эта пульсическая разработка, экологические радиолоказы, которые, например, нарисованы, это, по нашим радиолоказам, делает интерьер-самбас открыт. Да, который, кстати, делал, кстати, СС-1500, с этого они разработаны, которые были в полиции. Показы-базилюбники, а локаторы, которые уже установлены, это очень дорогостоящее ворудование. И наша задача, вот, большая часть страны, как раз я делаю, с лёдом, накрыты локатами. Показы-базилыбники, которые там стоят, могут видеть. Показы-базилыбники, да? А, в полиции-базилыбники. Значит, что дает? Показы-базилыбники. Да. Это естественная доступка. В том числе, кстати, наша задача сделать доступку для населения и телевидения, мы должны очень активно работать с профессиональной информацией и консистенцией, чтобы показывать движение на фронте, что люди на интернете, я надеюсь, может выйти, посмотреть, где находится этот фронт, если бы надо поставить, что надо поехать, то он в первую очередь получал камеры в Европе. Ещё одна мунистерия – это гроботелегация для всей европейской территории. Вот так датчики для приёма выглядят, а вот так выглядит консинка, координация датчиков. Вот те опасные леди, слева, как вы видите, только в меню поездки, что есть здесь. И разряды, ровно-приземелья, исключительно важно, кстати, с точки зрения безопасности людей, я не говорю, а расход, а фронт. Вот такая картинка, это живая, мы её тоже сейчас пособенно управляем. Это очень высокотехнологически пользует эту систему и дорогостоящему. Вот интересная картинка грехов, я думаю, что эти настоящие права на прогнозах, что разгромёт, и в Европе. Стандартные проблемы – это то, что называется территория Аркти, в данном Евросоюзе, стандартные лучшие людей. Видит обычные людей, они тоже растут, сильные. Ну, они очень значительные. А вот рост, кстати, как пуплик, и с этим действием, у нас это фантастический. Пуплик, это так же, а это принципиум пупликсибириона, наблюдений получается. Теперь, значит, важная задача. Каждое наблюдение, которое, не просто точки, это видущее объект, это разные приборы, данная точность. Надо понимать, какую точность, вы не можете просто попадать сюда, просто ставить разрешение, обещание данных. И сама модель у вас тоже, значит, в какой удаче возникает? Очень тёрная. Удача устроения данных. Идёт, значит, у вас, компьютер, весь атмосфер. Всё более-менее подробная модель. И она живёт. И вы там верите. Доставки, дохи, визы. Но поскольку компьютер считает быстрее, чем гайна походит, у вас это приведение по времени, и все-таки прогнозы есть. Ну, и, если вы считаете, допустим, на сушке, и вы там зачастки считаете, что вы понимаете, читаете на ВИКС, что-то, как минимум, да, что-то, 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 что-то считать. То есть у нас вступают в данные. И, необходимо, если бы, подходит очень сложную задачу, чтобы поправить решение модели. В основе начальных данных. Учёта большой модели и ошибок данных, которые поступают. Крайне сложная задача. Вот, у неё постановка, и самому учебу в нашей творчестве учебе Боря Иванович Мачук. Как ученик, у меня, конечно, любит. Значит, какая-то традиционная постановка задача. Получие напряжённые права в Ниде. Сейчас, во всем Ниде, это резюме. Правда, сложная задача. Построен такой акционал, его надо реализировать, чтобы все эти, чтобы ваша, значит, корректория модели прошла как-нибудь ближе к дальнему виду. Почему там достоверность ошибок, которая есть. Это, вот, фантастическая постановка задача, и это самая лучшая акционалка для этой истории. Как это выглядит, например, уже прогноз погоды, значит, науказный. Это вот такие вещи, основном, как я показал. Радары, грузия, тревогация, фактические данные. Это друг науказный. Прогноз выходит на Ниде, это прогноз на 3 дня, с помощью модели Космоса. Это очень продвинутый код моделей. Над этим кодом, который сейчас пустится, пока в странной погоде в территории Российской Федерации, вот там значения такие тоже понятные, о каждой части, в том числе, так иначе. То есть, независимое движение – это давление, циклоны – циклоны, синие – это осадки, белое – это облачь. Ну и белые, великие показатели, вот эта речь. Значит, этот код вырабатывается семью странами. Россия, в Германии, в Италии, в Румынии, в Польше, сейчас в Иране. Работает примерно 120-130 человек учёных отсюда. Это биллионная операция, 1-биллионная строка. Вот это, конечно, это очень сложно. Когда я говорил, что введя образование, он проще, образование не может быть простой. Чтобы разбираться в этом ходе, надо потратить несколько месяцев в определенную работу, чтобы понимать, как он устроен ещё больше всего, для того, чтобы его воздействовать в полное развитие. Значит, эти прогнозы по такой же моменту. Германии, считай, в Литарии. Вопрос – качество начальных данных и усвоение. Вот, внизу, в такой рассадке, внизу, в этой рассадке, очень важный такой показатель, на 36-й период. Газа 6-й период, и все правы, которые дают на наши территории. Можно сказать, что у нас выше, сказать, расходы. Выше, чем у кого-либо. связано с тем, что хотя бы кто-то, тем и тот же, но у нас выше данных. Мы не все данные дают международные дни, а то есть такие рады, вообще, если народные беды, и так далее. Значит, есть преимущества. Каждая страна на той территории, естественно, она такая же, что на видах, иначе, каждый день его содержать. Ну, а что ещё есть? Вот, благодаря страну «За погода» в административные цены достаёмся ниже 70%. Мы видим, что, да, такой есть прогресс, какие-то разные экологические достижения, мы легли вот 6-6-6 суток. За горизонтом 6 суток средних мы погодим не легли. И, в общем, другие службы 2-7-8 дней, но они тоже не легли. Сейчас скажу, по какой причине. Но то, что можно улучшить, если мы новый суперкопутер получим, и полноценнадежность, воды могут походить. В такой суперкопутер помогает, что воду будет установлен, уже в следующем году мы должны перейти на новую технологическую базу. это прогнозы. прогнозы можно какими-то показателями какие-то нету. Вот справа это хадратическая ошибка, насколько склоняется повышение искренне. Выносит все корреляции. И начинаются прогнозы, в случае высоких корреляций давно в день. А дальше редко падает. это оправдывает. И спустя неделю ошибки становятся сравнимы с ошибками, которые есть по климату. То есть уже продолжать смысл большого нету. И связано с тем, что ошибки начальных данных приводят к большим изменениям самого решения. Эта тема появилась впервые в метеорологической работе очень гуманитого ученого этого года. Он сделал еще простую надежду и показал, что в зависимости от того, с какой точки вы стартуете, у вас решение может прийти решение в точке это положение траектории решения. И такие кружочки это либо в одну точку решение, либо в другую точку. Это с точки зрения прогноза погоды означает, что вы придете в сухой и жаркой погоде, или оборот. Главное это установить прогноз. И точка, где происходит раздвоение или перекус. Эти точки постоянно осуществляются. Выглядит таким образом. это примерно как игра падает, поднимается наверх, потом падает вниз, попадает на гузи, и каждый раз на гузи разрывается. лево-право падает, зависит совершенно включая события и какую-то конечную точку можно доработать. И это разыгрывается в атмосфере гитлеры. Более того, можно сказать, что эта идея абсолютно глобальна. И на основе предложений возникла новая современная математика, катастрофы, экологические системы, вышла из работы Лорен. Лорен, кстати, был разнагражден здесь изменивающих блокчатков. И у него еще была работа. Он для него назывался так. Два крылья бабочки в Бразилии вызывает эффект бабочки. Этот эффект бабочки сейчас, поскольку те оборудования, которые есть на косметологических исследованиях, это все то же самое. И вся теория, вся идея, что малые изменения начальных данных могут привести к фантастическим последствиям. кстати, много фильмов там, что кто-то попадает на данное время, где-то в лесу купил бабочку, и потом совершенно другая история. Терминатор примерно то же самое. Как изменить прошлое, чтобы сильно изменилось. так что вот город и отсюда есть специальные вещи. Помогу чуть-чуть тоже. Сейчас я покажу, как реагируют мицерологи на вот эти подсказки. Был такой шторм. Лог был в 1999 году как раз на Рождество. Сначала на Рождество, ужасно очень много людей погибло, сильный ветер, и так далее. И прогнозы это обычные прогнозы, это не то, что я вам только что покажу. И стали изучать большие последствия, можно ли научить этот прогноз. И сделали малые изменения начальных данных почитали 50 прогнозов. Вот они здесь 50 прогнозов нарисованы. Вот этот сам шторм, таким красным цветом, вы можете найти 3-4 или даже 5, очень похожих на то, что было в жизни. реально. С левой рукой. То есть, в принципе, можно было это что-то сказать. Тогда задача иначе появилась. Надо считать большую количество проблем. И это сейчас две. И вы знаете, что вероятность уже 20% может быть тяжелая, опасная фотоаптическая и лейно-фаллическая лист. Но вероятность очень низкая. 10, 15, 20%. И как себя в этом случае листить? Линьё. Значит, выходит Тайфун ураган на побережье своего штата. Катрина недавно там выходил. Значит, прогноз до трона будет 400 кг побережья. Закладывают на уклад 800 кг. Потому что, если включаем обдайз, или траектория то или другая у нас там 2 миллиона остались в другом детстве от этого сибири. Такой президент не сможет объяснить, почему он не эвакуировался в большей территории. То есть, доведомо, меры проведения повышают оцениваемые последствия. Я пытался познакомиться на третьей территории сибири докладывать прогнозы. Пытался вот эту идею реагирования на вероятность и прогноза не готовы. Как реагировать на них, когда надо тактику и реагировать на невероятностные вещи не готовы. как реагировать когда надо совершенно новую тактику по идее. Будет любение и где оно будет и когда. Это такая тема. Теперь проблема психологического восприятия принципиальная проблема прогнозирования психологического восприятия. и начальная база 20% что рождение будет 20% не будет шор 20% 8% будет замечательно. Вы готовитесь к примитивным миром. А если наоборот? А если еще ситуация такая, она реально очень хаотичная и спустя несколько дней слишком большое количество влияющих факторов и мы не знаем что будет. Возможная ситуация, когда равновероятные все задачи. Не 80% а каждому событию. человек психологически мне кажется очень трудно сказать что он в принципе не знает что будет там но тем не менее подходы мы делаем такие фактивные метеограммы это начальные данные давления или температура и увидим сначала они держатся все близко а потом начинают расходить соответственно надо говорить а как такое есть посредине по всем реализациям кажется лучше что не будет зимуальной тренировки ну а дальше надо реагировать на фирмальные люди теперь про клинику ну про артикуризм еще никому не показано то есть мы ее тоже построили это вся артика то не только российская вы видите Домиэшар это решение политических соотношений и прочее мы цеплеем так в россии цеплеем артика цеплеет вчера президент принял фашу два цеплея они цеплеют наши цеплея это респондиран цеплеет то есть это ну и вызывает оборудование последствия физической системы как выглядит это лопат вот таким образом среди за весь период времени зима лето весна можно эту систему подробно определить есть 2-3 там есть 2-й оклад с тем это связано с точки убеждения ученых это связано с количеством сорняковых газов вот здесь до 800-800 тысяч лет восстановлены против ингредиентного газа в том числе делаются по кермам которые в Гренаде достаточно так себе получили и температуру по соотношению зала отходят по гостям с можем покинуть в свою сепаратуру и восстановить до 40-40-40-40-40-40-40-40-40 геологи могут по своим данным отложениям оказывается что они находятся на хорошем подмешивлении Видно, что существует, по крайней мере, 4-5 циклов усыплений поколадания, причем по азбитудии значительно выше, но никогда не было за 800 тысяч лет таких высоких показателей концентрации англического гайка. И ответ, что это возможно только в результате человеческой жизни. То есть человечество стало мощной герметичной силой, и, вынуждать человеческую систему, делаясь с этими людьми. Дорогая думает, что это какие-то причины. Придумки Черчилля в 17-м году. Тем, кто людей, задающихся нашим человеком, никому на них будет. Сотрудник государственной геологической институты работают. Через 17-м году конференции выставл убеждений, я в первом этапе, в ближайшем будущем, в ближайшем будущем, начнется глобальное подключение право-нестоящей литерной системы близко-градости. Это просто вывод для PCC ученых, чтобы не работали. Сотрудник была изложенной, фрошурной, но не получила какой-либо поддержки. Я в следующем году слышу ступризм, это было очень интересный доклад, но это был научный доклад. Больше ничего, никаких последствий для экономики, для политической крупной темы. На повестке меня, что не там, 20 лет стали на главу. Была этого не было. И я просто хочу, чтобы мы провели товары, и это важно. Дайк, мы думаем, когда мы получили. Вот здесь статистика, если будут опросы, я скажу, подробнее. То есть, тем, кто таков, у нас обязательства, как у нас цветы, шары, кровь, лицо, жилье пользования, его склады, структура. Очень большая тема, то, что бывает в течение воздействия. Огромная тема, собственно говоря, на защиту жилья пользования. Как теперь выглядит? Все-таки модели построены. Модели, кстати, что это те же модели, а не за погодой. Только добавлено туда модели океана, модели построены, да? И добавлено вынуждающей силы. Вот если бы вынуждающей силы не было, то вообще, говоря, было бы сопротивление, чтобы произнести кремль прошлого столетия. И на кремль или... Вот очень много причин. Является глобальное поцепление, эмпилистический факт. Является. Я показал, что это большое количество наблюдений, такое, что да, кремль принялись. Что является причиной? А кремль это, вероятно, нет. Потому что это статистическая величина. А во-вторых, потому что это гипотеза, прошел учебу. Гипотеза, которая доказывает, что следующее, главное доказательство, что это следующее. Вы берете кремль с 20-го лета, что это прошло, пытаетесь с помощью модели в 2-й ампилистике. И вы выясняете, что вы не можете кремль, глобальную или какую-то региональную, если вы не будете изучить системы. Изменяние гипотеза газа, которое вызывает поцепление. И во-вторых, влияние аэрозоли. Аэрозоли гораздо другую сторону. Одно-то, смягче. Аэрозоли дает какую-то интервентацию для стручного цвета поверхность. Поэтому сочетание гипотеза газа аэрозоли только в этом случае модели подбаляют нагрузку дисциплины аэрозоли. И раз вы с помощью модели не можете будет дисциплины аэрозоли, значит, можно ожидать, что на концу модели вы можете прогнозировать, проектировать на такой сценарий экономического развития, что будет доставлен. Ну вот здесь показывали сценарий. Слева стабилизируют, даже угадают. И да, в этой ситуации 4-6 раз, просто, в последствии, там, по-другому уровню, стабилизируют и прочее. Мы имеем, значит, отсюда выводы. Выводы какие, что, конечно, служат воздействия, но да, мы должны заниматься за таксой. То же там, если сейчас наши эксперты посчитали, когда страны, которые уже будут, в виде на саларе, в связи с соотношениями, ну, гансеров никак не может получиться, если все все выполнят, будет как минимум гансинг гансинг. Ну, это среда по области. А в Арктике, в нашей территории что будет? Это же будет. Какие действия? Вот тут надо вызвать увозы, надо действовать, атрибуцию в нашей территории. То есть, нужно проводить систему людей развивать, можно, зачем, в течение, которое приходило для университетной технологии и тоже проделывали ради этого предупреждения, и заниматься адаптацией в региональные разрезы и разрезе отраслей экономики. Ну, это, понятно, очевидно, здоровье. Выговорить преимущественно. Вот так тоже мы будем подробно открываться, более-менее очевидно. Взять за травм, строительство, ДПК, ТЭК. Что-то есть в том числе. Включение решения, что у нас вот средовая самая у нас выжиданцев, что нужно признать вообще полно. Проблем хватит. Кстати, и не только связанные, ну, конечно, это личная мездота, но вот пример алены, алены должны в конце апреля, начале пары. Переходить в в течение апреля, где пары появляются, там, форму больше, они переходят туда, что нет. Веки стали скрываться раньше. И алены не могут, если надо менять ваш руку. Вторая тема, куда заходят разные болезни, архитектургской почистки. Если нет, это падеж, алены нет. и более, чем не обоевают… В прошлом году, в прошлом году, в 20-ган, в этой… В прошлом году, в хорошее произошло, в 30-м году со мной в dezоктургской — до 30 градусов попадалась жара, и доля остались вечной туманцы, алены разкопали до хранения Турцкая ядра тоже могут, даже выделят, значит, в горе. Прочи, проблем огромное количество. Кстати, и по балекламу, по работе за шерстью, это будет самым. Неправильная установка задач. Я бы показал, что он может быть, но с маловероятностью. Говорят, верю, те, кто говорят, верю, это, значит, классики. Мы уже посетили, значит, и прочее. Они говорят, что с вероятностью 90% это вклад человека. Нет утверждения, что это 100%. Но если вы вспомните выход, например, по рурагану, по территории Соединенных Штатов, или вам говорят, что у вас количество стихийных детств будет возрастать, количество многогневий, вы что, значит, скажете, нет, я не верю, ничего не буду тут принимать. Это, знаете, очень зрение, крайне неправильная установка задачи. Да, да, вопрос встать. А каковы риски негативного влияния по больным изменения клиника? Это уже вопрос отрывается от физики, от математики, которые я говорю. И вопрос переходит в сферу социально-экономических норм. Это эти люди должны сказать, на здоровье это будет ли, риски, там, заболевания возрастут, по экономике у нас дамы выдержат, дамы на формате, у нас засухи будут, надо расширить принимать. И сколько стоит ответ на них? Это вопросы, которые и тогда, если вы эти оценки получите, а это очень сложно, не менее сложно, чем одна проблема измерения клиника, тогда, значит, нужно создавать какие-то программы развития экономики, которые они вне силы. Это как раз, вот вообще, поскольку еще одна из тем, что изменение климата, это отложенная угроза, внезапно, через 20, через 30 лет и последующих поколений, это как раз для молодежи. Именно молодежь, именно новое поколение должно решить, что они будут жить. Вот я так нарисовал, как все же в магазине. Ну, ну, к чему они придут? Если такая угроза существует, то не обязательно, что так будет. Возможны ситуации, что вообще похолодали на 10%, нельзя это сбросить. К этому надо сценарию готовиться. Но выбор, в общем, выглядит вот так. И я думаю, что все-таки позаботиться о своем благополучии, о своем университете. Для этого тоже механизм есть, как же сделать. Спасибо за внимание. В общем, спасибо. А если у меня есть, то есть еще три же мне вопросов. Вот, знаете, Александр Васильевич, у меня первый такой вопрос. Мы вчера были в прямом эфире на «Россия-24» на океанальной телевидении с 21 года, с 22, то есть уже вечерное время. И в дискуссии принимал участие руководитель нашего Центра федерального арктических исследований Владимир Ильич Павленко, который сказал буквально следующее. Ну вот все говорят о том, что идет потепление климата. На самом деле этого нет. Вот наши ученые доказали, что наоборот. Сейчас на самом деле похолодание начинается. И вот то, что сейчас в западной части Арктики мы наблюдаем освобождение от льдов, части океана, и, соответственно, в этой связи упрощается судоходство, то в восточной части, наоборот, на крепление ледового состояния, то есть он реально-то опровергал со ссылками, правда я не назывался, но со ссылками на то, что наши ученые доказывают, что идет не потепление, а похолодание. Все-таки потепление или похолодание. К чему в перспективе готовиться? Потому что мы действительно должны рассчитывать, как приспосабливаться, как жить, в каких условиях жить. Я вернул эту карту. Эта карта с 2006 до 2015 года. Это средняя данная. Каждый год картинка, естественно, варьирует. Иногда бывают охлаждения или еще что-то. Но это средние высокие тренды. Эти тренды это данное наблюдение. И вы видите, что практически вся территория Российской Федерации, практически во всей сезоне, в основном зацепление. В практике я показывал еще больше школьников. Это факт медицинский. Любой проверки невозможен. Теперь, что будет дальше? Что будет дальше? Я как раз говорил, что климат – это вещь, которая стандартная. Она не может быть однозначной. Вот, кстати, если бы в трубах, когда на динамике все-таки, в трубе, в физике делать эксперименты. Поменяли начальные данные проявления, поменяли еще раз, набрали статистику. Например, как поступали, ведь эти уравнения, кстати, для обтекания крыла, аэродинамика. Это те же самые уравнения, которые используются. Ну, как самолеты-то уже давно, и во время войны, которые не работали, какие-то мышцы самолетов, что там делали? Там волнение не решали. Там сделали аэродинамические трубы, поместили где-то крыло, самолеты помещали, и делали расчеты эмпирические. Огромное количество расчетов, и обрывы силы крыла рассчитывали, и так далее, и тому подобное. Сейчас, кстати, аэродинамические трубы практически не используются. Потому что сейчас есть модель, научились совершать эти уравнения, и гораздо проще рассчитывать эти характеристики с помощью, примерно так, как моделированные циклины. Но еще там есть другая проблема, что это сверхзвук, а сверхзвук в трубе, там тоже, я говорю, слишком огромные трубы расстроились, как будто позволяют это делать. Значит, ответ какой? Главный механизм, это убуждает 90% ученых, которые профессионально занимаются этой проблемой, что климат обедяется под воздействием просто любительского газа, которые преимущественны из-за сжигаемости скопаемого топлива, из-за деградации ландшафта. Это, чему, что будет дальше? Сценарий без моделей, можно сказать. Что этот эффект в виде электрофиграции, он накоплен. И люди продолжают выбросить. Даже если было завтра так, чтобы все, мы так, прекратим, никакого большего действия не будет, даже уже накопленный потенциал будет приводить к потеплению. То есть потепление просто по инерции ближайшие, там, 20 лет будет продолжаться. Но это не значит, что каждый год будет теплее, так, теплее и так далее. Это процесс сложных, возвратных эффектов и так далее. Процесс, на который накладывается цикл. В практике, например, уже, так мы заметили, например, вроде цикл 60 лет. Вот было потепление, волна перед войной, уже войны, который начался спар и так далее. То есть сочетание пропагентных факторов, факторов природных, но стратегически все-таки, с вероятностью 90% будет теплее. И с последствием для этого. Поэтому можно опровергать. Но я хочу просто пометовать. Здесь какие риски есть? Мы будем не готовы. У нас на Кавказе мы наблюдаем, я уже говорил о наводнениях, например, на Рекетире в 2006 году. Исторические максовые уровни. На Кубани были исторические максы, которых мы никогда не видели. Амур, который был, такие сильные дожди, исторические максы. Кстати, вот такой, который я показал, на одной станции у нас за сутки было измерено 300, там, 4 миллиметра сад. За сутки. Вот коллеги подскажут из управления. Это примерно больше, чем 6-месячная норма посадков для картостей. Можете представить, сколько у вас снега, а там за сутки выходят. В это время мы тоже будем гулять. И так далее. Поэтому, значит, вот когда люди говорят, что ничего не будет происходить, но они должны какую-то ответственность за себя взять, потому что не надо ничего делать. Это вот с точки зрения адаптации. Но есть и вторая вещь. Мы, великая, большая страна, но есть еще большой, основной мир, который стал, что не надо готовиться, разработана национальная стратегия адаптации, есть переход на совершенно новой технологии. Вся Европа лидерна в процессе. Мы в Германию. Переходят на альтернативные источники энергии, приток, что они отказались адаптами, как дети. Идет модернизация экономики. Отказываются от углеводородов, отказываются от угля. Но те люди говорят, что не надо ничего делать, тогда пусть посчитают, в перспективе через 20-30 лет у нас нефть будет покупать евро, это не будет. Но газ, возможно, будет чистить этот топлив. Уголь фактически на угле, вы знаете, что происходит? Никто не собирается инвестировать в развитие угольной промышленности и генерации на какой-то угле. Что в нем как бы и общество надо тоже принимать внимание. Пусть не будет меняться климат. И может быть там на 2 градуса потеплее, но только лучше. Хотя это не совсем так. В нашей большой стране. Но мы столкнемся с тем, что начнется и будет во-первых, уже сейчас принято решение, что алиокомпании, которые будут летать, должны быть в международных перевозках. Должны покупать в международных рынках боту на углеводородов. Это решение ассамблейка уже приняла как рекомендацию 20-го какого-то года в купе тела. Есть помятие алиокомпании маркировки. Как бы говорят, да, вот это... У нас, кстати, Галипаска выдуман, говорит, у меня экологически чистый люминь. Потому что вот китайцы люминь, они, значит, генерируют его на угле. А у меня, икутское агрессор, у меня экологически чистый люминь. Надо заставить китайцев казаться от генерации, пусть покупают ему экологически чистый люминь. Это как бы некая такая, крайняя точка зрения, но мир будет маркеровать, смыть углеродных контакционизм. Скажем, значит, товары из климата для дружеских стран будут платить больше намок и пресечения границ. Вот это угрозы абсолютно не абстрактные. Поэтому, значит, проблема климата давно вышла за границы потому, что это аудитории. Это экономическая, политическая проблема. И какая у него. Поэтому, ну, я отвечаю очень осторожно. Все сценарии надо привернуть внимания, но готовиться надо кушать. Тогда можно еще один вопрос, да? Возвращаемся к Киотскому протоколу. А каковы будут последствия для нас, и что мы должны прогнозировать в связи с выполнением тех положений, которые прописаны в Киотском протоколе, в Киотском протоколе, в Киотском протоколе. Это первый период обязательств с 1990 по 2012 год. Россия его ратифицировала со временем. Это было именно ключевым в наступлении в МОВСИВ. Необходимое количество выбросов, количество стран, которые, собственно, достигли. И Россия выполнила все свои обязательства. Я вам показывал, вроде, кривых на эту тему. И выполнили таким образом, что мы половину мировых выбросов, это сокращение, на нас. Россия вообще глобальный экологический долг. И то, что... Это тоже очень интересно. Мы ввести колоссальный план. Наш президент, выступая при подписании политического соглашения в позапрошенном году, сказал, что благодаря этих выбросов Россия до года задержала глобальное потепление. А если вы откроете ссылки в интернете, каждый этап из десяти, девять будет негативно по России, что будет дружественный климат у страны. Вот вам элемент военных стандартов. Это во-первых. Во-вторых, значит, второй период Киевского протокола мы не вышли с Киевского протокола до двадцатого года действия. Но мы не взяли количественных обязательств. В последующем соображении. Первое. Потому что Америка вертифицирована. Китай, Индия они стали сейчас, на самом деле, главными имитентами. И тогда какой смысл нам продолжать такую большую работу вести, натрачивать усилия, а основные имитенты будут не этого процесса. Именно поэтому Парижское соглашение, которое всех увлекает, и все должны взять обязательства. Поэтому количественных обязательств к Киевскому протоколу у нас нет. Мы отчеты, статистики все даем. Из этой статистики, кстати, сверху, много раз отчет по кадатру Киевского протокола. Ну а в будущем, значит, какие проблемы с Парижским соглашением? Прежде всего, нужно иметь стратегию до тридцатого, а лучше до пятидесятого года развития экономики и переход в низкоуглеродном развитии. Если исследовать какая-то основная базовая система. Что для этого надо сделать? Колоссальная тема изучить, где у нас электроэнергетика, электроэффективность, перестать сжигать походный газ, развивать леса, сокращать пожары в лесах и так далее. И вторая тема, что надо готовиться к изменению. Это очень важно теперь проецировать изменения на региональную основу. В каком регионе что будет происходить? Вот тут наука пока очень общая только рекомендация дает. Вот ты приходишь к губернатору? Он мне говорит, значит, да, давайте заниматься адаптацией. Он говорит, мне что делать? Дамбы строить? Или систему расширить? Вот, например, последствия у хозяйства. Картофель. Он прекрасно растет в Афганском районе, которое не очень хорошо растет. Не только картофель. А картофель на юге сейчас плохо растет. Зато бакурозов может расти. Но надо заниматься адаптацией. Кстати, углекислый газ – это же очень большое необходимое условие для развития растений. Рост конспирации углекислого газа, который на УГД, ведет к урушению урожайности. И вот эти урожаи – это не только сериалы стали лучше работать. Это еще положительные деятельности. Так что вот ответы такие, что надо все-таки относиться к таким достаточно негативам. Почему тут проблемы? Все это слишком вытекло. Вот эти текла, которые они показывали, они десятки, сотни лет, тысячи, десятки, тысячи лет. И вот эти люди, которые говорят, что цикл все вернется, это все правильно. Если циклы есть, они будут возвращаться. Но самый мощный, самый быстро растущий процесс – это деятельность человека. Сергей Трофимов, у меня вопрос не глобальный вообще. К сожалению, в этом я не знаю. Вот красная линия для авталиста. Сколько это было? Ну, больше говоря, когда бежать на обзор, что я могу здесь. Вы наоборот. Вы ждите, что сейчас к вам ритры не будут. Но ставят льды, у нас будет отниматься уровень. Нет, давайте... Я живу в солом, понять, не... Но вот... Давайте так... Каждый год отнимается уровень. Смотрите, давайте так... Значит... Таня морского льда влияние на уровень не оказывает. Это всегда такой пример. Вы видите, коктейль, вы бросили лед, он растаяет, а уровень остается выше. Значит, уровень повышается, когда тают львники. Ну, в том числе и в акции, в Гренландии. Я был. Да, это первое. Второе. Значит, наводнение в вашем регионе. Только вчера вы отделили прогнозы. У вас, кстати, такой, позитивный прогноз для наводнения. У нас есть проблемы в среднем течении северного времена в целом. В общем, спасибо. Спокойно вас попросите. У вас они связаны с льдом. И... Зато он никогда. Как правильно. И здесь, в Аркадийске, работают два ледокола. Это главная проблема в Великой Мусине, где таких ледоколов нет, и там очень похож на зато, когда, что у них даже зато и так далее. Поэтому, значит, для Аркадийска прогноз, он очень позитивный. Да? Потому что он будет потеплее. Таких, ну, летом, таких гроз там, как Штарбул, тоже не очень. Ну, что касается рек, да, это огроза. Но, ну, надо посмотреть. Надо либо дамы строить, на Росте, или в Жреце. Возьмите Петербург. Ведь Петербург, наводнение, которое писал Пушкин, потом через сто лет еще было наводнение в 124 году. И вообще, так говоря, если вы так знаете, раз в сто лет, в 124 году могло бы быть такое наводнение, иногда специалисты сказали, что Петербург, если их затопить так же, эти исторические здания не выдержат. Ищите Петербург, все эти посоты, они просто потащат. Поэтому стали строить дамы. Когда пришла власть демократическая, вы помните, Собчак, один из его лозунгов, был, что дам бы мы остановили, это не технологично, так и так далее. Когда он стал мэром, прошло некоторое время, он полил эту проблему, созвали крупных ученых на работу. И они все подтвердили, что это очень удачный проект дамы, наши специалисты участвовали в его работе. И Собчак начал дамы строить, если вы его помните. И ее вот тут сейчас, недавно уже наша новая власть строит. Теперь мы видим каждый год 4-5-6 наводнений обладающих. И город защищен. Это и есть адаптация. Проблема будет в Толандии, которая ниже уровня Венеции, а очень много других городов крупных мирах, которые на побережье находятся. Поэтому связано с наводнением, это все-таки зона риска оценить. Сейчас есть поручение правительства все районировать. И использование облегающих территорий должно быть. Затапливаемость раз в 100 лет, раз в 10 лет. Там, где, там, польза, не ваша улица, соседняя. Три улицы продолжают строить великому усилию. Которое периодически раз в 13 лет затапкивается. И вот где улицы берутся, а то вот и хорошо, пусть их опять затопят, потому что они вообще не подчиняются никакой власти. Они не можем их доставить, не строить строительство. Люди в улице к реке, вот если от такого избавиться, то угроз не будет. Ну и в целом, для сельского хозяйства тут проблемы для леса. Новые вредители могут появиться в Арханской области, пожары, но это надо заниматься лесом. Надо лес чистить, надо за лесом ухаживать, надо бороться со всякими типографами иногда. Кстати, вот типографы, конечно, прижимные связи. Болезни могут прийти сюда, которые у вас не было. Но это все-таки вещи, которые можно подготовить. А в целом, все-таки мы очень холодные страны. И проблемы будут не у нас, а у наших соседей. Первая проблема это Средиземноморье, Северная Африка, и вот дальше сюда Аравский пояс, Афганистан, Средняя Азия. Средняя Азия, Центральная Азия колоссальная проблема с путевой водой. И вообще с водой. Там на грани войны Таджики с Узбеками. Телепозы, и так далее. И Афганистан сдаст. Ирак сдаст. Индия тоже там сдаст. Весонная Азия. И куда это делать? Они все придут за едой, за водой и заработать там. И то, что мы... Афганистан тоже получат, да? Афганистан Так что... Не нам надо выдвигать, а надо готовиться, что Кизан сейчас приедет. Дольшое количество людей. Пожалуйста, еще вопросы. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Спасибо. Скажите, пожалуйста, Афганистан Известно, что тот же метан, который 30 влаз больше, а арктическая зона как у вас находится в жизни, на одиннадцать, огромные цепуары специально не метан. Ну, это для простоты. Все пересчитывается в эквивалент в виде самогаза. Конечно, там большое количество газов. Клор, Торн, природы, летан. Летан, действительно, 20 влаз традиционно более опасен. И для Арктики, кстати, почему тактика так разогревается? Это не только влияние глобального утепления. Есть региональные механизмы очень специфические. Один из них совсем простой. Вот у вас лед 80% сражается светом. Белой в Арктике. А когда льда у вас нет, у вас темная вода и она 80% поглощает. у вас становится меньше льда больше нагрев у вас вы приходите в этом году меньше льда весной больше открытой воды больше нагрев это механизм положительной обратной связи так вдруг разогревают но про метаны это отдельная огромная проблема про метановые полны говорят сейчас о чем я там открыли метановые пузыри которые есть это тема вообще в большую степень неопределенности но если это случится то все эти представления о климате смешно заменять потому что все будет происходить сразу спорт коллеги ну вот просто я очень сожалению время нашей встречи завершается но поскольку тема чрезвычайно интересно мы будем просить Александра Васильевича нашего уже почетного доктора все таки здесь бывать периодически и продолжать лекции здесь нам представлять потому что действительно тема климата и все что с этим связано чрезвычайно нас всех волнует Александр Васильевич у нас существует традиция ну каждый почетный доктор оставляет в электронной почетных гостей университета свою запись ну с какими-либо пожеланиями студентом институтом и преподавателем муза вот мы вас просим подойти к маншету и тоже что-нибудь нам написать хорошо я хотел аудиторию поблагодарить которая выдержала потому что ну это не очень интересный рассказ я понимаю достаточно сложный но спасибо вам за внимание спасибо 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 теперь это на нашем сайте имеют все ну и в этом замечательном дне от этой блестящей лекции мы хотим вам подарить наши сувениры ну вы знаете что у нас есть такая вот проект с каргопольцами ломоросов наш Ленин у нас уже есть а теперь у нас уже другая модель белый медвей было точно сила я думаю что я думаю что мы есть для вашего управления приходите вот еще книга вот мы много лет вынашивали с Боярским Петра Владимировича идею о том, чтобы написать книгу об истории освоения Русской Арктики. И к форму «Территория диалога» мы, наконец, создали первый тон. Он сразу на русском и на английском языке, сначала на русском, потом на английском, иллюстрированный. Поэтому дали вам один из первых, кто получает такую книгу. Спасибо большое. Вообще, все, что делается, оно должно быть в виде монографии книг. Именно это останется потомком и останется как знание. Я вас поздравляю с этим днем взаимошенных достижений. Ну, а мы еще раз поблагодарим Александру Алексеевичу и хотим видеть вас здесь. Дорогие друзья, пока Александр Алексеевич нам замечательную лекцию читал, здесь появился еще один очень интересный человек. Река Сибирского федерального университета, нашего университета-партнера, на модели которого, кстати, создавался в свое время Северная Арктичка.